Глава первая, страница 7. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел. Видением Исаия называет пророчество, или потому что многие из будущих событий он созерцал самым своим зрением, подобно тому, как Михей видел народ рассеянным. Третье царство, 22, 17. Иезекииль, пленение беззакония, поклонявшихся солнцу и фамузе. Иезекииль, 8, 14. Или потому что слышанное пророками от Бога было для них нисколько не меньше виденного зрением, но одинаково достоверно, чего в житейских делах не бывает. Они слышали иначе, нежели прочие люди, как сам пророк говорил. Приложи мое ухо, чтобы слышать. Притом он, называя речь свою видением, делает ее достоверной, возбуждает слушателей и обращает к тому, кто совершил эти дела. Так обыкновенно все, предавшие изречения Божие, прежде всего внушали, что они не говорят ничего от самих себя, но что произносимые ими слова, суть изречения божественные, и письмена, не сшедшие с неба. Так Давид говорил, «Язык мой – трость книжника-скорописца». Не трости, приписывая письмена, но держащие ее руке, то есть не языку Давида, но движущие его благодати. И другой пророк выражает то же самое, когда говорит, «Я был пастырь и собирал ягоды», Амос 7.14, чтобы кто-нибудь не приписал сказанного им человеческой мудрости. А третий не ограничился только этим, но прибавил и нечто другое, сказав, «Я же исполнил силы Духа Господня и судом, и силою». М. 3.8. Действительно, благодать делала их не только мудрыми, но и сильными, не составом тела, но мыслью. Так как они имели дело с народом дерзким и бесстыдным, жаждавшим крови пророков и совершавшим убийство святых, то, конечно, они нуждались в великой силе, чтобы не бояться невыразимой его дерзости. Потому и говорил Бог Иеремии, «Я поставил тебя столпом железным и как стену медную». Иезекииль, «Посреди скорпионов живешь ты, и не бойся лица их, и не ужасайся». Иезекииля 2.6, Иеремия 1.18. И Моисей, когда был посылаем, отказался, кажется мне, боясь не только фараона, но особенно самого народа иудейского. Беседуя с Богом и не распространяясь о варваре, он с великим тщанием старался узнать, что должно ему говорить иудеям, неверовавшим, что он действительно был послан от Бога, и знамение получил сообразное с их расположением. И весьма справедливо. Ведь если один из них, и притом облагодетельствованный им, привел его в такой страх, то что должен был он чувствовать, представляя этот буйный народ? Потому пророк и получил не только духа мудрости, но и силы, и говорил, «Я исполнился силой Духа Господня, судом и силою». Другой, «Слово Божие было к Еремии и сыну Хелке». Еще иной, «Бремя о Неневе, книга ведений Наума и Укисеева». Наума 1.1. Этот самый пророк означает другим выражением тоже, что предыдущие, назвав получение Духа, «бременем». Так как они говорили, будучи объемлемы Духом, то он и назвал так действие благодати. Потому и Павел везде в начале посланий употребляет выражение «апостольство». То, что пророки означали выражением «видение», «слово», «бремя», «глагол», он означает выражением «апостольство». «Как тот, кто изрекает видение и Слово Божие, говорит не свое, так и тот, кто называет себя апостолом, преподает не свое учение, а то, какое повелел ему пославший. Достоинство апостола, посланника, не прибавлять ничего от самого себя. Потому и Христос говорил, «И никого не называйте наставником на земле, ибо один у вас наставник, который на небесах». Показывая, что начало всех наших догматов происходит свыше от небесного владыки, хотя люди служат к их преподаванию, которое видел Исаия. Как видят пророки, то, что видят, мы сказать не можем. Потому что невозможно объяснить словом способа их видения. Это знает ясно только тот, кто узнал на опыте. Если часто никто не может объяснить словом действий природы и страстных состояний души, то тем более способа действий духа. Впрочем, если позволительно привести неточное сравнение, не с тем, чтобы ясно представить дело, но только изобразить подобием, мне кажется, с пророками происходило то же, как если бы чистая вода, приняв в себя солнечные лучи, просветлилось, так и души пророков, очистившись наперед, собственные добродетели, принимает дар духа и, проникнувшись этим светом, получает ведение будущего. Сын Амосов. Для чего он упоминает об отце? Или для отличия от других одноименных с ним, или для того, чтобы научить, что незначительность отца нисколько не помрачает добродетели сына. А благородство состоит не в том, чтобы происходить от знатных родителей, но чтобы самим быть великими. Так и этот пророк, происходивший от незнатного отца, взялся знаменитей всех, просеяв превосходством собственной добродетели, которое он видел об Иудее и Иерусалиме. 9. Почему он упомянул отдельно о том и другом месте? Потому, что и наказания им были отдельные и в различные времена, так как Бог премудро устроил и то, чтобы не все вдруг погибали, но медленно и мало-помалу, добыть через наказание, отведенных в плен, оставшиеся делались благоразумнее. Если же они не пользуются врачеством, как должно, то это вина не врача, но больных. Так он поступает всегда и в каждом поколении. Не всех вместе одинаково согрешает, их вместе и наказывает, иначе весь наш род давно был бы истреблен. Но одних наказывает здесь, делая для них самих наказания в той жизни более легким и предлагая современникам их величайшее побуждение к исправлению, а других, которые не хотят исправиться ни сами собой, ни через такое устроение, сберегая для неизбежного и страшного дня суда. Водниозии, Иофама, Ахаза, Езеки, царей иудейских. В пользу он указывает и время пророчества, отсылая любознательного слушателя к истории событий. Пророчество становится удобо понятнее и яснее, когда мы узнаем при каких обстоятельствах и при каких оранах иудейских пророки приготовляли врачество. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. Это вступление исполнено великого гнева. Если бы гнев его не был весьма сильным и невыразимым, то он не оставил бы людей и не обратил бы речи к стихиям. Впрочем, он делает это не только для того, чтобы показать свой гнев, но чтобы и самих людей, которые будут слушать, пристыдить с великою силою, показав, что одаренные разумом хуже бесчувственных стихий. Так обыкновенно поступали и другие пророки. Потому и посланной Керавааму, оставив царя, к которому был послан, обратил речь к жертвеннику. Третий царств, 13.1. Иеремия взывал к земле так, земля, земля, земля. Напиши мужа сего, мужа отверженного. Иеремий 22.29. Еще другой говорил, слушайте дебри основания земли. Михея 6.2. Я родил сынов. Пророк указывает на сделанное им благодеяние, не общее для всех людей, состоящее в получении бытия, но особенное, состоящее в усыновлении. Бог всегда предваряет своими благодеяниями. Как при сотворении человека он еще не созданного почтил властью, сказав, сотворим человека по образу нашему и по подобию. А в Новом Завете оказал еще большее благодеяние, когда не только не сделавшим ничего доброго, но даже сделавших бесчисленное множество зол, удостоил бани, паки бытия. Так и здесь можно видеть, что он почтил усыновлением не только не сделавших ничего доброго, но даже падших. Впрочем, воздавая честь прежде трудов, он не лишает награды после трудов, но и тогда удоставит еще больших наград. И возвысил! Одним этим словом он изобразил все бывшее в Египте, в пустыне, в Палестине. Бог по обилию благодеяний своих обыкновенно не останавливается на подробном исчислении событий. Ты же отвергся меня, они же возмутились против меня, приступили, говорит, мой закон, и оставили мои заповеди. Вол знает владетеля своего, я сел, я сли господина своего. Сравнение усиливает обличение, особенно, когда они заимствуются от предметов неравных. Как и Христос говорил, мужи Неневе восстанут на суд с родом Сим и осудят его. Еще царица южная восстанет на суд и осудит род сей, ибо она приходила от концов земли послушать премудрости Соломоновой. Иеремий также говорил, придите в острова Хитим и видите в Кедаре, пошлите и узнайте, переменяли ли какие народы богов своих, а люди мои, изменили славу мою на то, отчего нет никакой имей 2.10. Пророк показывает нетрудность в постановлении закона, так что та мера, которая требуется от людей, легко исполняется и бессловесными животными, и даже бессмысленнейшими из бессловесных. Но скажет кто-нибудь животное от природы имеет это знание. А мы совершаемое имя от природы можем исполнять по воле. Вол знает владетеля своего, обличает их не только преимуществом, дарах, но и чрезмерности их нечестия усиливает обличение. Как выше он призвал стихии к их обличению, так теперь сравнивает их не с людьми, но с бессловесными животными, и при том с бессмысленнейшими, и показывает, что они хуже этих животных. 11. Так поступает Иеремия, указывающая на горлицу и ласточку. Иеремия 8.7. И Соломон, отсылающий проводящего ленивую жизнь то к муравью, то к пчеле. Притя 6.6. Иерахов 11.3. Израиль же не знает меня, народ мой не разумеет. Крайнее нечестие, когда даже те, которые были приближены и удостоены стольких почестей, все вдруг уклонились к нечестию. Не сказал Иаков, но Израиль, чтобы добродетели предка яснее показать неблагодарность потомков. Тот добродетели души приобрел благословение, выраженное этим названием, а они нечестьем своим изменили ему. Народ мой не разумеет, говорит, сияющего светлее солнца меня не разумеет. Увы, народ грешный, и это в обычае у пророков оплакивать болящих неисцельно. Так поступает Иеремия во многих местах, так и Христос, когда говорит «Горе тебе Хоразин, горе тебе Виссаида», потому что это вид наставления. Кого не вразумило учение, того часто исправляло сетование. Народ обремененный беззакониями еще более усилит обличение указанием на то, что они все и при том крайне грешны. Племя злодеев не происхождение их порицает, но показывает, что они порочны от самого первого возраста. Как Иоанн Вослисаи говорил, по рождении их изнины, не беседств их природы, иначе не сказал бы «Сотворите плод достойный покаяния», если бы они по природе от рождения были таковыми. Так и пророк здесь говоря, племя злодеев, сыны погибельные, не порицает их рождение, не сказал преступные, но беззаконные, находящиеся в состоянии нисколько не лучше тех, которые никогда не получали закона, показывает также несогласие их воли с законом. «Оставили Господа, презрели святого Израилева». Сказав это для ясности имени Божьего достаточно было для обличения, как Иеремия обличает, когда говорит, что они от него отступили и прилепились к демонам Иеремия 5-7 святого Израилева, и это усиливает их вину, что он, будучи владыкою всех, им тогда особенно был известен. Повернулись назад, во что возбит еще продолжающее свое упорство. Величайшее нечестие, когда и от наказаний не делаются лучшими. Впрочем, у наказания есть вид благодеяния. Они не могли сказать, что Бог только почтил и облагодетельствовал их, а согрешивших оставил, но он и почестями привлекал их и страхом наказания вразумлял, и однако при том и другом они остались неисцельно больными. Он употреблял все виды врачевания, отсекая и прижигая, но болезнь не уступала, а это особенно и служит знаком неисцельной болезни, когда не могут даже принимать врачевства. Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и не смягченные елеем. Потом говорит о наказаниях, о мучениях, потому что это не меньше через благодеяние и чести оказанное им. Я, говорит, всех их наказал и подверг скорби. Если же вся голова в язвах, то как нет ни струпа, ни язва? Струп тогда является действительным струпом, когда прочие части тела здоровы. А когда будет изъязвено все тело, тогда рана уже не будет представляться раной. Это он и хочет выразить, что все тело изъязвено, не так, чтобы одна часть была здоровая, другая изранена, но все в огне, все одна рана. Нет врачевства, это тяжелее прежнего, потому что не так тяжело болеть, как при болезни иметь возможности принять врачевство, и особенно когда есть такой врач. Необвязанные и не смягченные елеем, чтобы выразить сильнее, он продолжает переносную речь, а в этом состоит превосходство переносной речи. Земля ваша опустошена, стих 7, это он не описывает, как уже бывшее, но предсказывает, как будущее. Пророки обыкновенно так поступают, устрашая слушателей и вместе с тем показывая силу своей истины. Как прошедшему невозможен не быть, так и будущему возвещенному пророками невозможно не случиться, если только люди, которым угрожает наказание, не раскаются. Города ваши сожженные огнем, бог несовершенно истребил их, но поставил стоять остатками от варварского сожжения, которые могли бы сильнее трогать обращающих на них взоры. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все пустело, как после разорения чужими. Еще тяжелее несчастье, когда люди бывают зрителями собственных бедствий, они только по слуху узнают о них. И осталось Черсиона как шатер виноградники, как шалаш в огороде, как осажденный город. 12. Сравнение особенно те, которые употребляются в Писании, много способствуют к усилению речи. А дочь Черсиона порог называет Иерусалим, потому что он лежит при этой горе. Когда расхищены плоды и уведены земледельцы, тогда уже излишни здания города. Как город воюемый, это намек на их слабость и беспомощность. Когда нет никакого помощника, тогда бывает необходимо запереться, ожидая защиты единственное от стен. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом уподобились бы Гаморре. У пороков всегда в обычае предсказывать не только те бедствия, которые грешники имеют, потерпеть, но и те, которые они достойны были потерпеть, чтобы во время самого наказания они воздавали великую благодарность Богу, испытывая наказание, не соответствующее грехам, но гораздо меньшее. Так и здесь он говорит, что грехи их заслуживали не этих естественных бедствий, но всецелого истребления и совершенного уничтожения всего рода их. Как и случилось с адамлянами по человеколюбию Божию. Человеколюбие Божие не допустило быть этому, а послало наказание гораздо меньше грехов. Так как есть великое сродство между Ветхим и Новым Заветами, то и Павел справедливо привел эти слова и сказал еще решительнее, нежели пророк. Время 9, 28. В самом деле, как в то время, если бы не была великая милость Божия, все были бы истреблены, так и во время пришествия Христова, если бы не явилась благодать, все пострадали бы тяжелее их. Но Бог оставил нам семя, разумеет, спасшихся от плена. Слушайте слово Господне князья Содомские, внимай законы Бога нашего, народ гоморский. Сказав, что они достойны были наказания садомлян, пророк показывает, что они дерзнули совершить дела садомлян, потому и называет их общим именем. Иначе такое выражение было бы неуместно. А что действительно он обращает теперь речь не к садомлянам, но к иудеям, называя их общим именем, это доказывает последующие слова, где он упоминает о жертвах, приношениях и прочих установленных законам священнослужениях, которых и следа не было у садомлян. Закону Бога нашего говорит так для обличения. К чему мне множество жертв ваших говорит Господь? Я присыщен сожжениями скота и кровитель совы агнцев и козлов не хочу. Псалом 49 весь сходен с этим местом и составлен хотя из других выражений, но и из тех же мыслей. Словам Псалма призовите небо свыше и землю рассудить людей своих. Подобны слова слушайте небо и внимай земля, ибо Господь говорит. И последующие сходно, как Давид говорит, не за жертвы твои буду обличать тебя всезажжения твои всегда предо мною. Так И Исайя говорит, для чего мне множество жертв ваших, говорит Господь. И еще Давид говорит, не приму из дома твоего тельца ни от сад твоих козлов. И 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 овнов и тука агусов и кров и козлов не хочу. Так как они часто слыша обличения в недостатке прочих добродетелей ссылались как на величайшее оправдание на жертвы, которые они часто приносили, то справедливо тот и другой пророк или лучше все пророки отвергали такое их оправдание. Отсюда видно, что жертвы были установлены не сами для себя, а для того, чтобы они служили им руководством к другой последующей жизни. Но так как иудеи, пренебрегая существенно необходимым, занимались ими, то Бог говорит, что Он не принимает их. Когда вы приходите являться предлецом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Если вы придете в храм, то кто взыскивает от рук ваших? Между тем целая книга, называемая Левит, состоит из постановлений о жертвоприношениях. И во второзаконе, и в других многих местах встречается много законов касательно их. Как же Он говорит, кто взыскивал из рук ваших? Говори для того, чтобы ты знал, что Бог не имел особенного желания устанавливать, но от слабости иудеев получили начало закона о жертвах. Как не хотел Бог, чтобы отпускаема была жена однажды соединенная с мужем, но для предотвращения больших зол, именно чтобы при запрещении развода не стали убивать ненавистных жен внутри домов, он допустил меньшее зло. Так точно и здесь, желая удержать от жертвоприношений бесам, он допускал то, чего не хотел, чтобы достигнуть того, чего хотел. То же самое выразил и пророк Амос, сказав, «Когда заколение изертву приносили ли вы мне сорок лет», говорит Господь, Амос 5.25, Иеремия говорит, «Нихия суть, что я заповедовал отцам вашим». 14. «Так как бесам было совершаемо служение таким образом, то Бог желает, чтобы это не сделалось для немощнейших поводом к погибели. Непрестанно говорит об этом через всех пророков. Бесы негодовали, когда им не были приносимы жертвы, и непрестанно с настойчивостью требовали себе дыма и смрада и говорили, «Мы получили этот дар в жребии». Ильяда 4.49, а Бог и вначале не требовал их, и когда усыновил, то показал, что не по своему желанию он допустил их, как видно не только отсюда, но и из того, что он скоро отменил их, и когда они были приносимы, не принимал и вообще всячески показывал, что такой способ служения гораздо ниже его величия. Так и теперь он говорит, «Для вас я терпел это, а не сам имел в том нужду ходить во дворы дома моего». Здесь он или предсказывает плен, или запрещает им это, потому что они приходили не с благочестивым расположением духа. «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня». Из заповедей одни были даны сами по себе, а другие для чего-нибудь другого, например, познавать Бога, не убивать, не прелюбодействовать и тому подобное было заповедано ради происходящей отсюда пользы. А приносить жертвы, воскурять химиам, соблюдать субботу и тому подобное было заповедано не для того, чтобы только было совершаемо само по себе, но чтобы через исполнение этого люди отклонялись от служения бесам. Но так как иудеи жертвоприношения совершали, а пользы от них не получали, но еще привязывались к бесам, то Бог справедливо отвергает и самые жертвы. Так и то дерево справедливо вырубает, которое имеет листья и ветви, а плодов не приносит. Потому что земледелие всячески заботится о растении не для коры и ствола, но для получения плодов. Курение отвратительно для меня. Видишь ли, что он не свойству приносимого радовался, но испытывал расположение приносящих. Потому дым и смрад от жертвоприношения Ноева он назвал благоуханием приятным. Бытие 8.21 А их фимиам мерзостью. Он требует, как я сказал, не вещества даров, но расположение приносящих. Новомесячи и суббот праздничных собраний. Нужно заметить, что он не отвергает ничего необходимого, но то, что отменил и Христос, пришедший на землю. Потому и Павел, воспользовавшись этим словом решительнее, когда боролся против иудеев, предполагая не только это, но и другое, больше этого, говорил, что не проявляющий ничего доброго изнутри, не получает никакой пользы извне. Если говорил он, ты называешься иудеем, и почиваешь на закон, и хвалишься Богом, и разумеешь волю, и избираешь лучше, научаясь от закона, если обрезание тебе не приносит пользы, если не исполняешь закон, и если преступник ты закона, то обрезание твое не станет ли не обрезанием, римлянам 2.17. И говорит, которым был верен закон, не получали никакой пользы от того, что им был верен закон, потому что они не веровались, тоже выражает и давит другим образом, когда говорит, грешник уже говорит Бог, для чего ты проповедуешь уставы мои? Псалом 49.16. Так как они чрезмерно превозносились слышанием закона, хотя не исполняли его, то Павел укорил их за такое тщеславие, говоря, как же у тебя другого не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Подобным образом и Давид говорит, если видишь вора, то сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Салом 42.18. И дня великого не потерплю, говорит о Пятидесятнице, празднике, Куще, Пасхе и прочих праздниках. Новомесячные субботы, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячные ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. В пресыщении, говорит, в отвращение стали. Это служит доказательством неизреченного долготерпения его, что он часто согрешавших терпел и не прежде наказывал, как грешниками. Сами грешники крайности нечестие вызывали его на это. Поэтому не потерплю грехов ваших, более уже не буду терпеть. Это подобно сказанному Давиду. Ты делал это, и я молчал. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. «Руки ваши полны крови». Отсюда видно, что от молитвы, даже продолжительной, не бывает никакой пользы, если молящийся остается во грехах. Нет ничего равного добродетели и молению посредством дел. «Руки ваши полны крови», то есть убийственны, но не сказал убийственны, а полны крови, выражая, что они делали грех занятием и всегда усиленным занятием. 16. Это дело благости Божией, что угрожая он оправдывается, приводит причины, почему он и не принимает их молитвы. «И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, руки ваши полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих, перестаньте делать зло», дает совет, показывает, что они больны неисцельно и говорит об исправлении. Почему же он так говорит? Бог обыкновенно так поступает и угрожает лишением спасения, чтобы усилить страх и не останавливаться на этом, чтобы подать добрые надежды, таким образом привести к раскаянию. Иисцельно это каждый может видеть везде. Так он поступил с миневитянами, не на словах, а на деле. Не обещал им ничего доброго на словах, но представив в угрозе одно только наказание, он прекратил свой гнев, как скоро все эти иноплеменники показали должность со своей стороны. Так опять и Давид говорит в псалме, я сказал уже, что этот псалм совершенно сходен с началом книги Исаия. Как Исаия после угроз говорит, омойтесь, очиститесь, так и Давид после слов, обличу тебя, представлю предлицо твои, грехи твои прибавляет, жертвой хвалы прослав меня, и тот путь я явлю ему, спасение мое, называя хвалою словословие посредством дел и исповедание его. А чтобы они, слыша слово омойтесь, очиститесь, не разумели обыкновенных очищений, пророк и продолжает, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, показывать легкость добродетели и свободу воли, так как от них самих зависело исправиться. Научитесь делать добро. Таким образом большого нечестия они даже потеряли познание добродетели. Так и пророк Давид говорит, придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. Псалом 33, 12. Это знание выше всех знаний и достойно тем большего старания, чем больше встречает препятствий от насильства на влечение природы, от лености воли, от козни бесов, от множества дел. Так Варух говорит, сей Бог наш, и нет иного подобного ему, который все сотворил премудростью, Варух 3.36. Ищите суда, то есть защиты обижаемых, для чего нужно много трудов и бодрости души, потому и сказал, ищите. Многое помрачает правду, и подарки, и неведения, и властолюбие, и стыд, и страх, и лицеприятие, потому и нужна великая бдительность. Ищите правды, спасайте угнетенного, это важнее предыдущего. Здесь требуется не только правое осуждение, не и приведение, но и приведение дела к отчаянию. Защищайте сироту и ступайтесь за вдову. Бог много печется, чтобы никто не терпел влах, а еще больше, когда кто подвергает злу, терпит при том еще другое несчастье. Вдовство и сиропство невыносимо и сами по себе, но если при том еще и другие обижают этих несчастных, то двойное кораблекрушение. Тогда придите, говорит Господь, и рассудим. надобно заметить, что везде у пророков ничего Бог так не требует, как защиты обижаемых. Так и в другом месте, как у Михея, когда иудеи говорят, дам ли перенса моего за нечестие мое, плод у тробу моей за греки души моей, он присовкупляет. Возвещу тебе, человек, что добро и чего хочет Господь ищет от тебя, чтобы ты творил суд, любил милость и готов был ходить в заповедях Господа Бога твоего, Михея 6.7. Также и пророк Давид говорит, милость и суд воспою тебе, Господи, и при ихе. Он наперед представил оправдание, потом призывает на суд. Наперед научил, как они могли бы избавиться от обвинений, потом и требует отчета, чтобы не осудить их, не имеющих защиты. Тогда придите и рассудим. Говорит, будем судиться. Судясь он бывает и защитником, и врачом. Далее желая показать, что мы хотя бы сделали великие дела, имеем и тогда нужду в его человеколюбии для избавления от грехов. И говорит, если будут грехи ваши как багряная, как снег убелю. Берет совершенно противоположные свойства и обещает изменить одно из них на противоположное. Если будут красны как пурпур, как волну убелю. Велика сила покровительства вдовица, если оно душу так оскверненную, что она как бы покрыта краской нечестие не только освобождает от зла, но и делает столь светлою. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста господни говорят, так как для людей более грубых вожделено и приятно не только избавление от грехов, сколько наслаждение благами, почитаемыми в настоящей жизни, то он обещает им вместе с тем и эти блага, потому что и последнее зависит от первого. 18. Притом, показывая легкость добродетели, он полагает ее зависящее только от хотения, а потом, чтобы упоминанием благ не подать повода к беспечности, он заключает речь страшной угрозы и убеждает в несомненности ее силою изрекшего это. Как сделалась блудница и верная столица, исполненная правосудие? Этот вопрос означает и скорбь говорящего, и великую бесчувственность иудеев, и неожиданность события. Так и Павел с недоумением говорит о Галатах. Удивляюсь, как быстро вы изменяетесь. Это вид обличения и внушения призывающего к добродетели. Выраженное удивление и прибавление похвал к обличению делает обличение более тяжким, потому что мы не столько порицаем тех, которые не отличаются ничем и ведут низкую жизнь, сколько тех, которые прежде казались ревностными к добродетели, а потом предались порокам. Называя его здесь блудницей, порок разумеет не разврат телесной, но неблагодарность к Богу, которая тяжелее блуда. Там унижается человек, а здесь пренебрегается Бог. Такое название употребляет как он, так и все другие пророки, потому что Бог благоволил почитаться для этого города как бы мужем, выражая неизреченную любовь к нему, потому они часто и говорят как бы о муже и жене, не для того, чтобы унизить речь до грубых дел человеческих, но чтобы сравнением с предметами обыкновенными руководить слушателей к познанию любви Божией, а вместе с тем и тронуть их позорным названием. Как сделалась блудницей верная столица, верной, то есть благочестивой, исполненной всякой добродетели. И отсюда видно, что под блудом он разумеет нетелесный разврат, иначе он сказал бы город целомудренный. Противоположность блудница, а теперь желая показать, что под блудом он разумеет нечестие, противоположность ему полагает веру. Столица, исполненная правосудия, то есть правды, опять величайшее обличение, они не только всецело предавались нечестие, но и всецело оставили добродетель, вдруг отвергнув все богатство благ, и не спадши в крайнюю бездну зол. Правда обитала в ней, была водворена, говорит, обитала, то есть была насаждена, укоренена, усердно исполняема всеми гражданами. Он продолжает прежние похвалы с одной стороны для того, чтобы усилить обличение за перемену, а с другой подать добрые надежды и показать, что им легко опять исправиться. А теперь убийцы, то есть человека убийцы, серебро твое стало изгарью, то есть подделанное, нецельное, нечистое, вино твое испорчено водою. Так как вначале он не изобразил их нечестие в частных видах, но сказал только, что они отверглись Господу, стали семенем, злым и сынами беззаконными, что могло показаться более порицанием, нежели обвинением, то здесь он исчисляет самой вины их в частных видах и прежде всего указывает на то, что составляет первое, среднее и последнее из зол серебролюбие и корыстолюбие в торговле. Впрочем, некоторые, не разумея неизреченной премудрости Божией, принимают эти слова в переносном смысле. Великие возвышенные Исаии, говорят, они не стал бы говорить о плутовстве меняла испорченности корчемников, но серебро здесь означает изречение Божие и вино учение, которое они искажали прибавлением собственных мнений. Я не порицаю этого объяснения, но говорю, что другое более справедливо. Говорить о таких предметах не только не недостойно пророка, но даже весьма достойно и его человеколюбие Божие. И для чего много распространяться об этом? Когда единородный Сын Божий пришел на землю, принесший с собой высокое учение и желая насадить ангельскую жизнь, тогда и он немало говорил о мерах и таких предметах, которые кажутся еще маловажнее этого, о приветствиях, о сидении посреди других, о возлежании на первом месте. Эти, по-видимому, маловажные дела, когда пренебрегают ими, делаются великими поводами ко грехам. Если же должно исполнять это в Новом Завете, то тем более должно быть в Ветхом, когда и слушатели были более грубы, и вся жизнь их исправлялась, тем больше, чем больше народ научался удаляться от всякой несправедливости, ничем не обманывал ближних и не увеличивать бедности, нуждающихся вредным корчемничеством. 20. От пренебрежения этим часто были разрушаемы города, владыки были неизвергаемы с престолов, происходила непримиримая война, и напротив, при соблюдении этого был великий мир, благоденствие и безопасность, руководствующая к добродетели. Князья твои, законопреступники, это знак величайшей болезни развращения, когда сами врачи усиливают болезни. Начальники должны удерживать беспорядочные действия народа, располагать его к исполнению долга, делать покорным закону. Если же они сами первые нарушают законы, то как они могут быть учителями других? Выражение закона преступники значит не повинуются закону, не соблюдают заповедей, как и Павел обличая говорит, как же уча другого не учишь себя самого? Когда испорчен корень, тогда чего доброго можно ожидать от ветвей? И сообщники воров еще важнее вина, когда они не только не прекращают преступление, но стараются делать напротив, не только не преследуют воров, но и содействуют им, делая зло совершенно противоположной добродетели начальников. Все они любят подарки. Другой немаловажный вид серебролюбия, который имеет благовидные основания, но под предлогом благосклонности означает крайнее корыстолюбие и гоняется за мздою. Злопамятный в отношении к своим врагам, мстительны в отношении к оскорбившим их, что составляет величайший вид злобы. Потому не только вновь, но и в Ветхом Завете он осуждается с великой силою. И злобы, говорит пророк, не помни каждый набрата своего. Захария 7.10 от этого зла должен быть чистым и народ, а тем более начальник, который в составлении приговора подсудимым должен быть свободен от вражды, чтобы пристань не сделалась для них подводным камнем. не защищают сироты, то есть не покровительствующие, так, чтобы они получали справедливое. И дело вдовы не доходит до них. Надо заметить, что не только делать зло, но и не делать добра считается пороком. Так и в Новом Завете, не питавший отчищего, не за то, что они похищали чужой, но за то, что не раздавали своего нуждающимся, отсылается в огонь гиенский. Подобным образом и здесь эти осуждаются не за то, что предаются корыстолюбие и злоупотребляют властью, но и за то, что они подают помощи нуждающихся. Посему говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев, властитель Израиля, то есть народа. Не напрасно пророк прибавляет властитель, но желая напомнить иудеям о благодеяниях, полученных ими сверхчаяния, и о тяжких наказаниях, которые они потерпели. Так как они, согрешая много и часто, и пользуясь великим долготерпением Божиим, предавались беспечности, то он хочет показать, что Бог может наказать, когда захочет, и не имеет нужды ни в обстоятельствах, ни во времени, покаяния. Но все у него близко и готово. О, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим. Горе крепким в Израиле, что может быть несчастней тех, которые имеют врагом своим Бога. Не перестают, говорит Господь, для того, чтобы привести их в отчаяние, но чтобы, усилив страх призвать к покаянию. Страшнее этих слов не пристанет ярость следующие слова на противников моих. Ничто так не прогневляет Бога, как несправедливость к бедным. Горе сильным, говорит Господь, осуждая не просто силу, но силу, употребляемую во зло. А по силам, разумеется, здесь не крепость телесная, но власть, являющаяся от стечения обстоятельств. И суд над врагами моими сотворю, накажу врагов моих. Врагами своими он называет тех, которые по своей наглости относятся враждебно к бедным, и говорит это для того, чтобы показать тебе значение несправедливости. Я обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. Чтобы ты уразумел, что каков бы ни был гнев Божий наказания, они служат не для зла и не для отмщения только, но и для того, чтобы сами наказываемые сделались лучшими. Он говорит, и очищу, как в щелочи, потому что не тогда нужно скорбеть, когда мы наказываемся, но когда грешим. Последнее производит нечистоту, а первое очищение. Что же значит нечистоту? Так, чтобы не осталось тебе и следа нечистоты. Что для золота огонь, тоже для беспечных наказания. И отделю от тебя все свинцовое, и опять буду поставлять тебе судей. Те, говорит, которые были неисцельны и не укращаются даже наказаниями, погибнут. Какая польза от их жизни, если они при жизни вредят и себе, и другим? А те, которые от их наказания могут исправиться, останутся. Здесь, мне кажется, он намекает и на плен. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. 22. Здесь он говорит о возвращении из плена. После истребления неисцельно больных, после исправления способных к раскаянию, он благовременно прилагает и остальной вид врачевания, предстоятельства хороших начальников и общества добрых советников, что при врачевании тела лекарствами и при отличных врачах, части города опять пришли в благосостояние во всех отношениях. Действительно немаловажный вид богодеяния получить добрых начальников. Но мы не находим где бы прилагалось такое название городу Иерусалиму. Город правда столица верная. Что же можно сказать на это? То, что он говорит здесь о названии выраженном делами. Это немало поможет нам когда иудеи потребуют от нас объяснения имени Мануила. Если Исаия сказал, что Христос будет назван таким именем, а между тем он нигде так не назван, то мы можем сказать им, что пророк назвал его по значению дел его. Так точно и здесь. Сион спасется правосудием и обратившиеся сыны его правдою. Судом, то есть с отмщением, с наказанием и мучением врагов, с милостыней, то есть с великим человеколюбием. Здесь он обещает им два величайших дара. Наказать ответших их в плен и доставить им самим великое благоденствие. Каждый из этих даров сам по себе может доставить величайшее удовольствие, а когда они стекутся оба вместе, то произойдет неизреченная радость. С другой стороны, желаю показать, что и после продолжительного плена они будут возвращены в Отечество не за то, что понесли достойное наказание и очистились от грехов. Но по человеколюбию Божию он и прибавляет и с милостыней, с правдой. Всем же отступникам и грешникам погибель и оставившие Господа истребятся. Это третий вид благодеяния, состоящий в том, что не будет ни одного соблазнителя и обольстителя, но будут истреблены учители зла. Нечестивые, говорит, погибнут. Они будут постажены за дубравы, которые столь вожделены для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Некоторые стараются приложить эти слова к настоящему времени, но мы, не споря с ними, будем следовать по порядку. Вот что, говорит он, случится при нашествии неприятелей. Когда наплеменники вторнутся в страну, осадят город, будут держать всех как бы в сетях, и не будет никого, кто бы отомстил им и рассеял облако, тогда, конечно, самым делом обнаружится великий стыд почитателей идолов, которых восхотели, говорит, то есть, о которых тщательно заботились, посрамятся о изваянных своих, которых сотворили. Виде рассказа он предлагает обличение, так как еще прежде нанесение им ран, самый способ делания идолов достаточен был для того, чтобы пристыдить их. В самом деле, что может быть постыднее, как делать для себя какого-нибудь Бога и посрамятся о соделанных своих, которых желали. Они не только поклонялись истуканам, но и служили и деревам в рощах, ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. То есть, или идолы, или сами жители города. А это дерево он привел в пример как потому, что оно особенно растет в тамошней стороне и находится у них в обилии, так и потому, что оно сильно и густо цветет, когда распускается, и бывает крайне безобразно, когда теряет листья. И как сад, не имеющий воды. Другое сравнение более ясное, нежели первое, и удостоверяющее вистине сказанного в первом. Действительно, нет ничего приятнее цветущего сада, нет ничего неприятнее сада вустошенного. То и другое случилось с этой столицей. Она была всегда прекрасной, блистательной, отличалась бесчисленными красотами и стала хуже и отвратительнее всех, потеряв вдруг такое богатство благолепия. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою. Прежнее сравнение взято, чтобы показать безобразие, а это слабость. Все они весьма понятны, заключают в себе весьма ясный и выразительный смысл. И будут гореть вместе, и никто не потушит. Здесь он показывает, что зло внутри них, что они сами себе причинили плен и воспламенили печь. Как упавшие искры производят огонь, так совокупные грехи их воспламенили гнев Божий. Будут гореть вместе, и никто не потушит. Опять он угрожает им лишением спасения по той же самой причине, не для того, чтобы они отчаивались, но чтобы возбудить в себе живой страх, оставили свою великую беспечность. Притом указывают здесь и на нечто другое, на непреодолимую свою силу, на то, что когда он наказывает и отмщает, тогда никто не может противостать и прекратить бедствие.